Финансовая грамотность необходима каждому современному человеку. От умения разумно вести личный и семейный бюджет, выбирать лучший кредит и с пользой инвестировать до понимания, как работает весь финансовый рынок. Такие уроки уже скоро могут появиться в школах и вузах. Финграмотность населения во всем мире становится задачей государственного масштаба. Соседняя Россия, например, приняла целую тематическую стратегию в прошлом году. Казахстан тоже приступил к разработке такого документа. Но тем временем возможность повысить свое финансовое IQ у наших граждан есть уже сейчас. Добрый день, меня зовут Виктория Кучма. И сегодня вы узнаете о проекте по финансовой грамотности микрофинансовой организации КМФ и фонда КМФ Демеу. Получился в семье Крис. Не хватало денег дрызг. Обратилась я к подругам, обратилась я к родне. Дайте миллион тенге. Улыбаясь, отказали. И сказали нет тенге. К КМФ я обратилась. Банк ведущий, крутой. КМФ, недолго думав, не оформил блицкредит. И совместно с этим банком я поднялась высвысока. Бизнес в город вдруг пошел. И успех ко мне пришел. Меня зовут Кенже. У меня свое агентство недвижимости. И моя дочь Анжела, первая в городе Копчегая, открыла интернет-магазин. Благодаря Инстаграме мы наработали своих клиентов. У нас основная задача – одеть красиво наш город Копчегай. Мы всегда терялись. Сколько, допустим, юбок взять? Сколько шорт взять? Сколько, допустим, таких курток взять? Сколько таких? Если мы столько возьмем, не получится так, что у нас будут остатки. Если останутся 10 курток, они, во-первых, портятся. Во-вторых, деньги держат. И, в-третьих, мода меняется. Я бы хотела получить такие знания, как планировать свой бизнес. Но для меня, как предпринимателя, самое главное – сколько чего покупать. Мне вчера менеджер была, Мадина, и сказала, что такие тренинги проходят. Меня, конечно, это заинтересовало, потому что это такой бизнес, надо знать. Знать, когда нужно остановиться, есть ли возможность не брать кредит, а если есть, нужно брать какую сумму и контролировать постоянно сезонную одежду. Я была ошарашена, я была удивлена, что такие тренинги такой банк проводит со своими клиентами. Я первый день, мне очень понравилось. Мне понравилось то, что это единственный банк, который интересуется, как мы, предприниматели, работаем, какая нам нужна помощь. Да, я понимаю, каждый банк заинтересован в платежеспособности клиента. Но то, что мы, допустим, где-то теряемся или что-то, банк нас поддерживает. Он нам подсказывает, помогает. Я теперь поняла, что если у меня какие-то будут проблемы с бухгалтерией или по финансовым этим, я могу обратиться ко мне. Всемирное исследование финансовой грамотности 4 года назад провело рейтинговое агентство Standard & Poor's в 148 странах. Лидером списка оказались Норвегия, Дания и Швеция, где более 70% взрослого населения умеют распоряжаться своим бюджетом, диверсифицировать риски, понимают процесс инфляции и умеют считать сложные проценты. Все это базовые составляющие финграмотности. В Казахстане финансово грамотными тогда признали лишь 40% взрослого населения. А ранее эксперты микрофинансовой компании КМФ совместно с фондом КМФ ТИМЕУ тоже провели исследования среди своих клиентов, выявили их пробелы в знаниях и запустили уникальный проект по обучению финансовой грамотности населения. Основная цель нашего проекта – повысить общий уровень финансовой грамотности населения. Но если говорить об организации, и ни для кого ведь не секрет, что финансово грамотный клиент – это надежный клиент, это хороший клиент. Он и меньше риска представляет, как для организации, так и для себя. Он может так построить свои денежные потоки, что и избежит риска чрезмерной задолженности. Проект состоит из двух направлений. Первое – обучение основам финансовой грамотности рядовых казахстанцев. Второе направление – более специализированное. Это бизнес-курс для начинающих предпринимателей. Курс по базовой финансовой грамотности состоит из 11 уроков, за основу которых взяты реальные примеры из жизни казахстанских семей. Это планирование и учет домашнего бюджета, выбор лучшего кредита и избежание долговых проблем, защита кошелька от непредвиденных ситуаций, изучение кредитного договора, своих прав и обязанностей по кредиту, наличные и безналичные платежи, способы сбережения, страхования и методы погашения кредита. Получилась такая очень хорошая брошюра, написанная простым, доступным языком. В ней содержались и формулы какие-то, предположим, как рассчитать собственную платежеспособность, таблицы какие-то, как вести учет доходов и расходов. Это все было очень интересно, потому что в основу каждого урока легла реальная история клиента, который участвовал в вопросе во время исследования. В брошюре есть удобные таблицы для расчетов, интересные примеры героев и четкие полезные советы. Также к пособию прилагается удобная учетная тетрадь для контроля своих доходов и расходов. Если эта брошюра написана так, что понятно как школьнику, так и пенсионеру, то второй курс называется «Путь к успеху» и нацелен уже на людей, занятых бизнесом. Здесь пять основных тем для семинаров. Это использование балансового отчета в управлении микро- и малым бизнесом, управлении денежными потоками, техники продаж, маркетинг и HR. По окончании этого курса слушатели получают сертификаты. На семинарах по бизнес-образованию мы рассматриваем реальность ситуации предпринимательской деятельности, разбираем, приводим примеры, как можно наладить состояние своего бизнеса, как можно наладить отношения с партнерами, с другими компаниями. За эти несколько лет запросы клиентов в темах немного изменились. Меняется и ситуация на финансовом рынке в целом, обновляется статистика. С учетом таких перемен весной этого года курс по финграмотности был дополнен и переиздан. По моим наблюдениям меняется интерес к темам. Если при запуске проекта наиболее актуальными были составление домашнего бюджета, построение финансовых планов, то в последнее время все больше и больше становится более популярным страхование, как ни странно, для меня. Это способы погашения, которые мы разработали уже 11-м уроком, можно сказать, в догонку уже готовому проекту. Уроки по финграмотности уже посетили свыше 137 тысяч казахстанцев, а слушателями бизнес-семинаров стали более 3000 предпринимателей. В основном это женщины в возрасте от 40 лет, занятые в торговле. Целевая аудитория наших курсов это наши лояльные клиенты, население региона, в особенности это население сельской местности. Наши уроки планируются по предварительным заявкам, когда собирается группа в составе 10-15 человек. На этих тренингах мы раздаем наши обучающие брошюры, чтобы наши клиенты могли читать и пользоваться им в ежедневной своей работе. Занятия бесплатные и проходят на базе отделений КМФ по всей стране. Большинство слушателей – жители сельских регионов. На сегодняшний день функционирует более 115 офисов, которые проводят такие курсы. Преподаватели в основном это профессиональные бизнес-тренеры, а также руководители отделения, которые в свою очередь прошли обучение по технике преподавания. Мы провели тренинг для тренеров, обучили наших бизнес-тренеров, кредитных сотрудников, начальников отделений, потому что именно по бизнес-образованию семинары проводят начальники отделений, и это проходит только в стенах офисов КМФ. Семинар проходит 3-4-5 часов в зависимости от темы, в то время как уроки по финансовой грамотности упакованы, можно сказать, в такие мини-тренинги по 30-40 минут. Быть клиентом КМФ и иметь микрокредит, чтобы пройти курсы финграмотности вовсе не обязательно. Школа открыта для всех желающих. Как можно попасть? Это можно попасть на уроки и курсы через кредитных экспертов, прийти в отделение, в любой офис КМФ, записаться, можно найти информацию на сайте КМФ, на сайте КМФ ДИМЕУ. За дальнейшими успехами своих подопечных в бизнесе и вопросах финансового планирования эксперты фонда следят, проводя опросы и анкетирование. После посещения подобных курсов они начинают вести учет, начинают внедрять отчетность, начинают уже учитывать свои доходы, расходы бизнеса, меняют свои отношения в целом к учету и в целом к кредитам, так скажем. Они начинают выбирать более выгодные кредиты, смотрят, куда правильно их направить, то есть контролируют их целевое использование и начинают более рационально использовать эти заемные средства. Кроме таких курсов на крупных телеканалах запущены анимационные ролики, по радио можно услышать аудиоуроки, также для агропредпринимателей выпущено пособие по бизнесу на теплицах, готовится брошюра по сфере животноводства и социальному предпринимательству. Все более востребованной становится и тема бизнеса в интернете. В последнее время они все чаще и чаще задают вопросы по технике продаж через интернет. И я думаю, что это для нас как раз-таки повод задуматься и разработать, если не следующий урок отдельный или отдельную брошюру, как мы это делаем по некоторым актуальным темам для наших клиентов, то возможно дополнить просто тот урок, который у нас есть. Важно, что в фонде заботятся и о предпринимателях с ограниченными возможностями. В этом году 11 уроков по финграмотности перевели на шрифт Брайля для незрячих, а со следующего года фонд планирует подготовить тренеров по финграмотности для такой категории слушателей. На этом у меня все. Повышайте свой финансовый IQ вместе с фондом КМФ Демеу и телеканалом Атамикен Бизнес. До свидания.